Ну и по поводу газоправды. Сейран Искендеров проводит очередной личный прием. На встречу с депутатом Дома городца с простыми вопросами не приходят. Большинство из них касаются жилищно-коммунальной сферы, поэтому не случайно, что на приеме присутствует и представитель управления ЖКХ района, чтобы совместными усилиями выработать необходимый алгоритм действий и решение той или иной проблемы. Депутат должен быть ответственным, главное, перед своими избирателями. И идти к поставленной цели, в решении конкретных вопросов. То есть, если есть конкретные люди, приходят с конкретными вопросами, нужно прорабатывать каждый и решать его, именно добиваться результата решения. На счету депутата уже много добрых дел. Благодаря его помощи появились новые детские площадки, отремонтированы дороги в одном из микрорайонов города, благоустроена территория УФОК Александр Невский, и в будущем появится освещение вдоль дороги к этому физкультурному комплексу. По инициативе Серана Искендерова в городце были организованы бесплатные юридические консультации для населения. Кроме того, он постоянно оказывает поддержку детскому клубу «Чайка», отмечая, что в молодежь нужно вкладывать, чтобы у страны было будущее. Не случайно, что депутат проникся и проблемой молодого тренера Анастасии Жарковой. Моя проблема как молодого специалиста заключается в том, что мне бы хотелось улучшения своих жилищных условий. Программа, я слышала, что она до сих пор работает, что ее продлили, что по потребованию ее даже могут возобновить, если район или какая-то организация требуется тот или иной работник. То есть я работаю полностью по физической культуре. Я постоянно развиваюсь, учусь, и поэтому взять ипотеку мне сейчас очень трудно и с моей зарплатой, так скажем, не очень возможно. И надеюсь, что мне помогут. Анастасия работает в городецком ФОКе с особенными посетителями. Это люди с ограничениями по здоровью. В ее группах по 40 человек. На занятия приезжают даже из-за Волжья. А сама она живет с родителями в селе Серково в однокомнатной квартире. Понятно, что добираться каждый день до работы уже проблема, не говоря о том, что в небольшом помещении приходится жить трем взрослым людям. Поэтому за помощью обратилась к депутату, а еще с предложением развивать в городце лечебную физкультуру. Искандеров пообещал помочь Анастасии, я для начала порекомендовал обратиться в районную администрацию. Мы с этой стороны доконтролируем, чтобы вас обязательно приняли и как-то все рассказали и дали вам ответ. Спасибо. А потом уже вы тоже, мы с вами свяжемся, вы скажете результат этого приема. Хорошо. Что вам сказали и как мы дальше будем действовать. А со своей стороны в плане работы, если я вас там поддержу, если что касается работы вашей, какой-то помощи, то есть это уже мы с вами, это отдельно выделим, отдельно. Очень приятно сегодня положительно отметить, что большое количество людей пришло. Это говорит о том, что эта работа, которую мы проводим, актуальна и необходима. Сегодня ставим такие задачи, чтобы те, кто обратился, пришел, получили в конечном итоге непосредственно решение вопроса своего. Не просто распределить по управлениям или структурам администрации эти вопросы, а именно довести до конца, до логического решения, и чтобы люди получили результат. А с другой стороны, мы подсказываем управлением и структурам организации на какие-то, возможно, слабые места, в которых нужно усилить работу. Оплата за услуги ЖКХ, аварийная ситуация в гаражном кооперативе, проведение интернета в удаленные села, эти и многие другие вопросы, с которыми в этот день пришли жители, депутат Сейрана Искендера взял под личный контроль, подчеркивая, что за любой проблемой стоят человеческие судьбы и нужды, и поэтому главная задача народного избранника ни одно обращение не оставить без внимания.